Начинается всё-таки программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Сегодня вторник, 4 марта. Я приветствую гостя студии. Это Игорь Рубанов, заместитель директора Центра дополнительного образования дарённых школьников. Игорь Соломонович, добрый день. Добрый день. Лишь микрофону, пожалуйста. Напомню, что на нашем сайте хакерова.ру есть возможность задать вопросы гостям особых мнений. Задать можете вопросы Игорю Соломоновичу в течение ближайших получаса с небольшим, если есть, конечно, у вас вопросы. Есть также у нас и не только аудио, но и видеотрансляция на нашем сайте хакерова.ру. Так что, милости просим, можете принимать самые непосредственные деятельные участия. Ну, безусловно, у нас сегодня будут образовательные вопросы в ходе нашей беседы. Но хотелось бы начать с темы, которая сейчас, пожалуй, самая обсуждаемая в нашей стране на всевозможных уровнях. Это, безусловно, ситуация на Украине. Постоянно поступают какие-то новости. Кстати, одна из последних новостей, таких наиболее заметных в Государственной Думе, уже появился законопроект о присоединении Крыма к России. Вы следите за событиями? Ну, конечно. Как оцениваете? Конечно, слежу. Вы знаете, как я это оцениваю? История не остановилась, как думали некоторые лет 20 назад. Она движется не всегда к нашей радости. К сожалению, довольно сложно оценивать то, что там происходит, поскольку информация со всех сторон тенденциозна. И западная пресса, и наша пресса, каждая по-своему. Каким источникам Вы склонен доверять? Я склонен доверять своим мозгам, прежде всего. Я читаю все эти источники, сопоставляю, думаю. Я пытаюсь понять, что там на самом деле происходит. Ну, из более объективных, я полагаю, вот такие источники, как газета РУС, скажем, которую я читаю постоянно. Евроньюз, более-менее взвешенная позиция. Ну, о чем я хочу сказать? Прежде всего, конечно, понятно, что на Украине произошла революция. Понятно, что такие вещи... Вот меня в свое время учили историческому материализму, который был потом многократно оплеван и во многом заслуженно, но все-таки есть там момент, который я по-прежнему считаю правильным. Это то, что ход истории в общем объективен. И если происходит революция, то она не происходит вследствие влияния извне. Влияние извне может помогать ей каким-то образом, как акушер, скажем, помогает родам, но акушер не может создать ребенка. Совершенно ясно, что то, что произошло на Украине, это отражение каких-то глубинных процессов на самой Украине, а не извне. И надо полагать, что прежде всего это глубокое недовольство жителей Украины своей жизнью, своими правительствами, всеми без исключения, что Янукович, что Тимошенко, что Ющенко. За последние десятилетия, да, там... Вся эта веселая кампания в основном крала, ну, в общем-то, хоромы Тимошенко видели все, вернее, извините, хоромы Януковича. Да, видели все. И тут комментарии, я думаю, не нужны. Народ, что называется, достали. Туда действительно выходили десятки тысяч, сотни тысяч людей, которые хотели и изменения своей жизни. Жизнь они свою считают невыносимой, по-видимому. Вот. Значит, и коррупция, казнократство, в общем, то, что мы во многом и в России наблюдаем, видимо, к счастью, все-таки не в такой степени, как там, но... Вот. И народ, естественно, возмущается, и столь же естественно, что всякого рода силы, которые ждут, как большевики, скажем, ждали. А эти силы всегда их ждали. Да, они стараются и не без успеха оседлать все это дело, помочь двинуться в нужном направлении. И, в общем, я бы не сказал, что в этом есть что-то ужасное. Это закон природы. Когда волк ест зайца, можно считать, что это ужасное, но это закон природы. Он так питается. Политика тоже вне морали, по большому счету. Потому что давно известно, это ни для кого не секрет, что в отношениях между странами морали очень немного, и ее, как правило, прикрывают интересы. Есть интересы. Мораль чаще всего камуфляж. Для этих интересов, как в любви тот, кто меньше любит, у того больше возможностей, так и здесь. У кого меньше морали, больше цинизма, у того больше возможностей. Как бы это нам нравилось или не нравилось, это факт. Даны нам в ощущениях. И поэтому все стороны ведут себя с цинизмом вполне природным, естественным. Что мы, что американцы, которые сами тоже, мягко говоря, не без греха в этом отношении. Не без каких-то видов. Да, у них гораздо больше таких эпизодов было в истории. Все они занимаются политикой, я уж не знаю, забыл все эти термины, глобальной политикой, поддержкой своих позиций и прочее. Все пытаются как-то это использовать. Не зря же говорили уже давно, что революцию начинают идеалисты, пользуются ее плодами мерзавцы. Увы, это все не исключение. Значит, то есть первый момент это то, что на Украине возмущение действительно носит глубинный характер. Второй момент, конечно, состоит в том, что интересы разных областей Украины устроены по-разному. Это совершенно очевидно. Исторически так сложилось? Исторически так сложилось, да. Западная Украина, в общем-то, сильно отличается по менталитету от восточной. Хотя, вот я почитал источники, готовясь к этой передаче, значит, есть такое мнение, что все-таки Украина единая. Украинцы единый народ, что западная, что восточная, в частности, даже по генетическим признакам. Ну, наверняка эту позицию доказывали те, кто вступает за единственное. Нет, нет, нет. Это результат исследования некоего, даже не украинского. Генетиков. Да, генетиков. Совершенно объективная вещь. Если, конечно, это не инситуация, но кто знает. Вот. И понятно, что начинают отстаивать свои интересы жители юга, жители востока, а с другой стороны жители запада, вот, жители центральной Украины. Естественно, эти интересы сталкиваются, и, как говорил, кажется, Энгельс, когда сталкиваются два равных права, вопрос решается силой. А что тут поделаешь, если два равных права? И понятно, что смешно выглядит и с нашей стороны, значит, заявление, что мы там защищаем русскоязычных. А кто выступал против того, чтобы Соединенные Штаты делали то же самое, скажем, в той же Гренаде или где-то еще. Вот. И, конечно, заявление о единстве Украины на фоне того, что и в Шотландии, и в Каталонии происходит. Я был в Каталонии, я своими глазами видел, как это в Барселоне выглядит. Каталонский национализм, скажем, ослик, каталонский, пинающий испанского быка, там очень такое популярное изображение. Там к этому относятся спокойно, цивилизованно. Вот люди хотят. То есть люди в Крыму, скажем, имеют не меньше прав выражать свою точку зрения и даже устраивать эволюции, если их жизнь достала совсем. Как люди, которые в Киеве устраивали эволюцию. Это надо признать. То есть двойные стандарты – это то, чего тошнит, конечно, больше всего. Но это вот политика. Она так устроена. Вот. Только не надо лицемерить, но, к сожалению, это тоже политика. Насколько обосновано присутствие российских войск в Крыму? Ну, вы знаете, я не политик и не государственный деятель, чтобы выяснять, насколько это обосновано. Если говорить о стратегических интересах России, то, конечно, оно там, надо сказать, полезно. Но Россия не может бездействовать в этой ситуации, безусловно, как и... Вот. Скажем так. Другой вопрос, как это делать. Вот, конечно, на мой взгляд, это было сделано достаточно грубо, как и многие другие вещи. Увы. Но я не знаю, что бы я делал, сидя там. И я, честно говоря, очень рад, что я не там. Потому что принимать решение в такой ситуации, оказаться на месте Медведева, скажем, в 2008-м, или на месте Путина сейчас, я бы не хотел. Вот. Хотя, наверное, если бы волею судеб оказался, действовало бы немножко по-другому, но выбор-то там не очень велик. Ну, давайте сейчас о том, как ситуация уже, да... Тем не менее, я все-таки хочу сказать, что, конечно, я считаю, что вот это решение Совета Федерации, для меня оно неприемлемо. Тем более, если случится ввод войск, но я практически уверен, что он не случится. Это игра. Но вот в такие игры лучше бы играть поменьше. Вот что я хочу сказать. Есть отклик, у всей этой истории уже перекличка с Кировской областью. На прошлой неделе глава Зашижимского сельского поселения, это в Советском районе, заявил о том, что он написал, точнее, письмо властям Крыма с предложением разместить у себя в сельском поселении... Подбросьте человечков. ...семи беркутовцев. Ну, прекрасно. Огромный резонанс. Если беркутовцы захотят туда поехать. А в чем резонанс, собственно говоря, состоял? Да, собственно, там уже какие-то нациалистические выпады уже пошли. Зачем нам... Националистические выпады пошли? Да, эти люди здесь у нас зачем не нужны? Чудаки, что я могу сказать. Зачем нам эти люди здесь нужны? Ваша чисто человеческая позиция по поводу этого? Моя человеческая позиция такая. Человек имеет право искать лучшие жизни. Если он не может где-то жить совсем. Вот бежали евреи из Германии, из фашистской. Ну и кто их осудит? Если беркут заставляют вставать на колени, я не знаю, если бы меня лет 30 назад заставляли вставать на колени, я бы, скорее всего, взялся за оружие. Сейчас я уже не очень молодой человек. Скорее всего, я бы постарался оказаться подальше от этого места. Поэтому я прекрасно понимаю людей, которые в этой ситуации хотят оказаться где-то от этих мест подальше, где их заставляют вставать на колени. А вот куда они захотят ехать? Захотят ли они в Вятские леса? Или они захотят в Москву, или они вообще захотят куда-нибудь в Париж или в Австралию. Это их дело. Они сами это должны решать. Другое дело возможности. Другое дело возможности. Совершенно верно. Которые реализовать свои желания. Но что касается этого приглашения, я считаю, что это нормальная вещь совершенно. Я плохо понимаю людей, которые говорят, зачем нам эти люди. Они сами готовы в лес переселиться. Другое дело, что я не очень понимаю, захотят ли этого беркутовцы. Но вот это посмотрим. И вот буквально на днях ректор ВГУ Валентин Пугач написал в своем твиттере о том, что ему уже начали поступать некие просьбы от украинских преподавателей, студентов. Просьбы с тем, чтобы помочь в учебе, в дальнейшем образовании. Видимо, и помочь с работой. Вот сейчас мы переходим к образовательным связям России и Украины. Тут тоже не видите никаких проблем. А какие тут могут быть проблемы? Разве что конкуренции. Но это вещь полезная. Если есть конкуренция, значит люди как-то подтягиваются. Ну и выбраковываются те, кто не может нормально работать. Тоже полезная вещь. Хотя вряд ли с точки зрения этих людей. Но с точки зрения процесса. Вот поэтому, а что в этом можно видеть? Ну движутся кадры куда-то. Ну и слава Богу, что к нам в Кировку это ведь замечательно. Некая свежая кровь. Да, но не то замечательно, что их вынудили оттуда. А то замечательно, что они к нам приезжают. Есть полюс отрицательный, есть положительный. Вот накануне нашей беседы мы с вами не успели переговорить. В Центре дополнительного образования даренных школьников существуют связи? Да, существуют. У нас с Украиной достаточно тесные связи. Прежде всего мы очень тесно сотрудничаем с коллегами из Харькова. К нам на уронские турниры юных математиков много раз приезжали команды из Харькова. Мы постоянно работаем с биологами, с химиками из Харькова. Они приезжают к нам сюда лекции, читают. Совсем недавно здесь были Руслан Шаламов и Григорович Алексей. Они занимались с нашими детьми. И в летнюю школу к нам харьковчане приезжают. Мы совместно с ними проводим конкурс «Гелиантус» по естествознанию. И, кстати, это была их инициатива его организовать. На Украине больше 100 тысяч участников нашего русского «Медвежонка» конкурса по русскому языку. Я думаю, многим известного. То есть отношения между нами тесные, совершенно нормальные. Наши химики ездят на Украину участвовать в турнирах юных химиков. И, кстати говоря, эти турниры проходили неоднократно и на Западной Украине. Вот, кажется, во Львове был турнир. Все было нормально. Вот у вас какие ощущения после этих событий? Измениться будут? Измениться могут? Нарушиться эти связи? Думаю, что в основном нет. Дело в том, что для того, чтобы размыло глубинную основу этих связей, нужно очень много сделать. Нужна, простите, длительная большая война, не дай нам Бог. И я думаю, что отношения на человеческом уровне не должны сейчас сильно измениться. А украинские ребята, которые участвуют в ваших мероприятиях, они такие же? Сами. Они умнее? Они сообразительнее? Они такие же. Более того, я скажу, что и французские ребята, и американские ребята тоже совершенно такие же. И эстонские ребята. Ребята есть ребята. Скажем, на конференциях турнира городов, вот есть такая Олимпиада международная, там присутствуют из самых разных стран. Из Канады, из Китая, из Ирана, откуда хочешь, из Австралии бывали. Вот у нас был из Австралии паренек в летней школе. Вот учился нормально, но никакой разницы. Не должно ее быть. Я напомню, что это особое мнение замдиректора Центра дополнительного образования одаренных школьников Игоря Рубанова. Мы продолжим. Тоже ситуация непростая. Сейчас предлагаю вам как математику цифры интересные у нас в последнее время с курсами эволюции. Настоящая евромания, евроистерия, как ее окрестили в последнее время. Наши коллеги накануне журналисты обзыванировали банки из нашей службы новостей, пытались узнать, можно ли приобрести евро. Практически невозможно уже. Тот, кто хотел, тот уже опоздал. У вас какие ощущения в связи с... Да, многие называют это очередным кризисом, очередным витком кризиса, рецессии и так далее. У меня никаких ощущений нет, потому что я в основном свои сбережения держу в рублях. Те евро и доллары, которые у меня есть в небольшом количестве, лежат себе на счетах, и пускай лежат. Я думаю, что это пройдет, конечно. Вот если в России кризис разразится, внутренний, экономический, тогда будет, конечно, не весело. Но кризисы, они все-таки цикличные. Вы человек с большим опытом в жизни. Вы не раз уже переживали, да? Да. То, что происходило в России в 1998 год и в 2008 год. Да, как и вы. И что? Да, может быть, в силу своей молодости как-то я легче это воспринимал. Мне бы хотелось сейчас услышать какое-то мнение более взрослого человека. Мнение о чем? Надо ли покупать евро и доллар? Ну, хотя бы так. Я не покупал. Пока живем, пока посмотрим. Да, я думаю, что... Надеемся на авось? Ну, мы все надеемся, но вы понимаете. Жизнь, она всегда со смертельным отходом. Каждый планирует прожить подольше. А как взираете на вот эти так называемые угрозы со стороны Соединенных Штатов ввести некие экономические санкции, визовые санкции? Плохо взираю, плохо. Экономические угрозы могут быть серьезными. Мы от этого можем сильно пострадать все. Конечно, благодарности за это никто никому не выразит, прямо скажем. И в перспективе это может, конечно, привести к неприятным последствиям. Давайте посмотрим. Многие специалисты говорят о том, что очень даже не исключен некий социальный провал, когда будут сюда перекрыты финансирования, социальных статей, бюджет и так далее. Если слишком будет перекрыто, может случиться Майдан здесь. Это все понимают. Понимаете? И поэтому... А власти это понимают? Власти нашего государства? Лет пять назад я бы ответил да. Сейчас не знаю. Понимаете? Слишком долго быть у власти. Глаз замаливается, я думаю. Поэтому я не берусь судить за власти. Но если они этого не понимают, то я им сочувствую. Потому что следующее действие этой комедии, как правило, для властей неприятное. Тот, кто знает историю, тот меня поймет. Вот. Посмотрим. Приходится принимать другие какие-то решения уже. Ну, и не им. Еще одна тема. Накануне в программе «Дневной разворот» у нас в гостях был глава департамента образования Анатолий Чурин. Мы говорили о том, что стартовала запись, электронная запись в первые классы. Анатолий Михайлович признался, что система в первые часы снова не работала, обрушилась. Так происходит уже не первый год подряд. Сама система, мне кажется, ну как-то сложновато. Система имеется в виду чисто программистская система. То есть полсайт. Ну, технически, да. Ну, елки зеленые. Надо нанять приличных программистов, надо сделать приличный сервер, и не будет падать. Вот, я не знаю. Как? Это абсолютно технически просто решить. Нет. Чтобы не падал сервер, я думаю, можно решить. Другой вопрос и самой процедуры. Вот сама процедура, да, подаешь заявление, тебя регистрируют, подавать можно в неограниченное количество учебных заведений. Ну, понимаете, значит... Потом нужно доносить документы. Я понимаю. И слишком несложно. Я думаю, что наши слушатели тоже уже поняли. Я попробую сказать, что я по этому поводу думаю. Значит, ну, да простит меня Мизулина, если произнесу слово «бордель». Но есть известный анекдот, в котором переставляли койки, пока один мудрый человек не сказал, может, девочек сменить, извините. Понимаете, если в городе мало хороших школ, то какую систему не создавай? Ну, какая разница? Есть закон сохранения. Можно записывать так, можно сяк записывать. Но если записывать особо некуда, это беда. У нас действительно проблемы с учителями, и дальше они будут еще больше. Большое спасибо Владимиру Степановичу Данюшенкову, который развалил, по сути дела, педобразование. Хотел спросить, откуда ноги-то растут? Да вот откуда отчасти. Отчасти. Отчасти оттуда, отчасти из многих других мест. Но, к сожалению, скажем, математического образования, учительского, у нас в области сейчас уже практически нет. Когда я работал в пединституте, потом в педуниверситете, набирали, бывало, по пять групп математиков на первый курс. Сейчас одну. Преподаватели математиков? Да, учителей будущих. Вот сейчас у нас 25 человек учителей будущих набирается. Угадайте, сколько из них доходит до школы? Ну, один, два, три. Ну, да. И как этим лоскутком прикрыть эту дыру, которая ширится? Люди уходят на пенсию. И что мы в этих условиях хотим, чтобы у нас было много хороших школ? Начинать надо с педобразования. Понимаете? Значит, вот я работал в рабочей группе по реформе математического образования. Довольно долго работал. Мы там вот обсуждали то, что потом подписал Медведев. Но, к сожалению, в довольно усеченном виде. Значит, и там звучала мысль неоднократно, и я ее произносил, и другие, что начинать надо с педобразования. Начинать надо с кадров преподавателей педагогических учебных заведений. Потом кадры учителей. Потом уже у нас начнет подниматься школа вообще и математическое образование в частности. Проблема в том, чтобы как можно больше? Проблема в количестве или в качестве? И качество даже образование может подходить. Ну, вы узнаете ответ на этот вопрос. Ну, предположу, что и другое, да. Да. Количество должно быть достаточным. Качество должно быть как можно более высоким. По возможности. Понимаете? Для этого нужно и ответственное преподаватель. Для этого нужно закончить, наконец, эту историю с продавливанием троек двоечникам. И так далее. Я всю жизнь конфликтовал со своими деканами. Но с заведующим кафедрой я не конфликтовал, потому что сам ее заведовал. Но с деканами я конфликтовал. В частности, с деканом Кантор. Который чуть позже. Недавно, да, она шумела тут. Когда она требовала, чтобы я ставил тройки. Но я их, понятно, не ставил. Я оттуда ушел в конце. А это что, для улучшения показателей? Да, конечно. Она говорит, но меня же выгонят иначе. Я тогда сказал, что вообще сохранение декана на занимаемом посту не является задачей образовательного процесса. Но вот у нас часто дела происходят так, как будто являются. Все-таки задачей образовательного процесса является обучение и подготовка качественных кадров. Пока у нас совесть не будет в приоритете, не будет у нас ничего. А при чем попустительстве? Он был развален, как говорится. Что значит, при чем попустительстве? Образование педагогическое. Да, Данюшенко встал реком, а дальше очень несложно было. А вот теперь гуманитарный университет у нас, а не педагогический. Который, кстати, и заканчивал. Вот, понимаете, значит, в 90-е годы у нас великолепный математический факультет был. Прекрасный. Мы готовили замечательные кадры. Сейчас вот костяк нашего центра. Это бывшие студенты тех лет. Восьмидесятых, девяностых. Потому что люди болели за дело. Когда в 90-е годы, я уже говорил об этом, у нас была возможность самим создавать учебный план программы. У нас была прекрасная программа. Повторюсь, извините, 500 часов практикума по решению задач. А сейчас? А сейчас не знаю. Боюсь, что гораздо меньше. Вот. Значит, мы действительно, ну, тоже не очень многие шли в школу, но люди, которые оттуда выходили, это были нормальные учителя, которые доживали до пятого курса. Многие не доживали. И моими стараниями тоже. Вы сказали, что нет у нас, или практически уже не осталось хороших школ, да, в городе? Нет, я этого не сказал. Я сказал, что их мало. Есть хорошие школы в городе. Это все лицеи, прежде всего. Гимназия. Ну, гимназия, 21-я, скажем, там, ну, есть, есть. Но беда в том, что истекают учителя хорошие, понимаете? А без хороших учителей какие же хорошие школы могут быть? Есть хорошие школы. Вятская гуманитарная гимназия держится вполне себе. Значит, вот, 21-я относительно недавно поднялась. Понимаете? Оттуда довольно много участников и городской олимпиады по математике, скажем, приходят. Но в целом-то я вот вижу, что происходит в сельской местности, в райцентрах, за исключением, может быть, там, Кирово-Чепецка еще. Одного-двух мест очень тяжело. Очень тяжело. Начинает казаться, что способных детей стало меньше, но я знаю, что это не так. Просто учителя их не поднимают до нужного уровня, чтобы их видеть можно было. Они не заинтересованы учителя в этом? Да не могут они. Не могут. В связи с своих знаний, умений, подготовки. Давайте не будем. Вот в силу разных причин. И занятости, и знаний, умений, и всего. Понимаете? Значит, потому что, чтобы быть хорошим учителем, этим надо жить. А кто же будет эти кадры-то подбирать? Это государственная программа, которую надо не бюрократическими методами выполнять, а которую вообще нельзя выполнить без доверия к тем, кто это делает. Это где у нас доверие, вы видели? А доверие, между прочим, сейчас экономисты рассматривают как одну из трех основных категорий, на которых покоится вообще вся экономика, ее развитие, ее состояние. Понимаете? Вот. Поэтому у меня пессимистический взгляд на то, что у нас с образованием будет. Нужны очень серьезные и очень... Ну, нельзя откладывать все это. Серьезные, продуманные усилия, не имитация, а именно усилия. Вот я не знаю, как это сделать. Потому что я уже старый, к сожалению. Уже много лет в нашем городе существует вот такой ажиотаж вокруг этих ведущих образовательных учреждений, школ, гимназий. Это правильно вообще? Слышите. Вот что в первую очередь, ну, когда родители готовят своим детям вот такую же судебную... Послушайте, у нас уже много лет женщины рожают детей. Это правильно вообще? Ну, много. Ну. Правильно это или нет? Учите где-то нужно. Или это закон природы? Где-то их нужно учить. И то, что люди ищут для своих детей, где лучше. Это что, правильно? Нет? Хотя многие психологи, например, утверждают, что не нужно навязывать свое желание, свое видение ребенка. Они правильно утверждают. Правильно? С другой стороны, ребенок ведь не все понимает про себя. Понимаете? Когда говорят, что вот нужна полная свобода в выборе, программ, там прочего. Для того, чтобы реализовать свободу, надо иметь компетенцию. У детей она не всегда присутствует. Скажем так. Скажем, мы в нашей летней многопредметной школе не раз проводили День самоуправления. И всегда этот день заканчивался одинаково. Дети к нам приходили в середине дня и говорили, спросили, а что нам делать дальше? Вот. Ну, а с другой стороны, День самоуправления превратился в День неожиданности, а потом в День пакостей. А потом мы его упразднили. Потому что для того, чтобы что-то делать, надо быть к этому готовым. Более именно. Вот. Поэтому элемент насилия определенный. Принуждение, скажем так, ненасилие. Тут, конечно, всегда останется, если к этому ответственно подходить. Если не заниматься домогогией на тему о том, что вот каждый там. Понимать надо для того, чтобы пользоваться. Давайте сейчас прервемся, да, на небольшую рекламу. Я напомню, что это особое мнение Игоря Рубанова, заместителя директора Центра дополнительного образования «Одаренных школьников». Две минуты, и мы вернемся. Окей. Продолжайте с программы «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Сегодня мы слушаем особое мнение Игоря Рубанова, замдиректора Центра дополнительного образования «Одаренных школьников». Ну что, остаемся в теме образования. Напомню слова генерала Солодовникова, начальника МВД по Кировской области, которые прозвучали 20 февраля на ленарном заседании Законодательного собрания Кировской области. По словам генерала, пять высших учебных заведений Кирова поражены коррупцией. В пример он привел уже бывшую, да, заведующую кафедрой высшей математики, бывшего политеха, Елену Кантер. После этого тоже очень много мнений и высказываний появилось в интернете. Сама Елена Кантер распространила открытое письмо посредством массовой информации, где она оправдывалась, ничего подобного за ней не вводится, она уверяет, что коррупция у нас в ВУЗах действительно существует. Я много лет работал в ВУЗах, около 30 лет, больше даже, где-то с 1976 по 2007. Я ни разу не видел коррупции, в смысле взяток. Порчу видел, если вспоминать смысл этого слова. А что такое порча? Коррупция, это и есть порча в переводе. Родственное слово коррузия, скажем. Но дело не в этом, я ни разу не видел, но мне просто в голову никому не приходило взятки давать. Эта сцена была бы, конечно, вот. Я не видел никогда, чтобы их брали. Но, видимо, матфак в этом смысле заведение особое, потому что взятку ты, конечно, дашь, а что ты дальше с этой математикой делать будешь, если ты в ней не понимаешь. Значит, что касается Елены Кантер, ну вот я уже говорил, что руководитель, она, на мой взгляд, не очень ладный. И специалисты так говорят тоже. Но насчет того, брала ли она конкретно эту взятку, или это была провокация, я не знаю. Значит, есть разные мнения на этот счет. Потому что я могу многое инкриминировать Елене Кантер, но вот насчет взяток, ну вот ни разу не видел. Ни покушений на это, ничего. Врать не буду. Вот то, что она оттуда выжила парочку хороших специалистов со своей кафедры, это да. Может быть, Бог ей отомстил именно вот через это. Но была ли там конкретно взятка, я не знаю. То, что там, к сожалению, сейчас на кафедре высшей математики стало гораздо меньше хороших специалистов, это факт. Почему руководство этой кафедры не доверяют нормальному математику, я не знаю. Вот это хороший вопрос, который стоило бы задать. А если предположить? Не знаю. Не знаете? Не знаю. Там многие причины могут быть. Умозрительное, можно предполагать очень многое. Но зачем же предполагать, если не знаешь? Если бы тот же Солодовников, но это не его функция. Это функция ректора вообще. В таких вещах. Внутренние, внутренние дела, да. 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 Поэтому, а насчет того, что поражены, так понимаете, почему-то вот 20 лет назад они не были поражены. Может быть, тут дело немножко не только в самих вузах. Может быть, тут дело в обстановке. Потому что коррупция возникает прежде всего тогда, когда честным людям не дают нормально работать. Я убежден в этом, знаешь. По большому счету, я во многом из-за этого ушел из высшего образования. Потому что, ну, во-первых, студенты стали хуже, вот коррупция, порча. А во-вторых, слабее, не хуже. Я более корректно скажу. Ну, вот Елена Кантор пишет в своем открытом письме о том, что, да, действительно, уровень подготовки вчерашних школьников, выпускников, он ниже. И поэтому, стремясь преодолеть этот барьер, они вот пытаются таким способом... Елена Кантор об этом судить, об уровне подготовки. Ну, вообще, конечно, да. Вот. И, конечно, пытаясь и прочее, но если там честные люди работают, ну, понимаете, очень трудно честному человеку работать. И здесь, и в милиции, в той же, у господина Солодовникова. Везде, где показатель стоит выше и здравого смысла, и цели. Это страшная вещь, которая у психологов называется смещение мотивации с цели на средства. Когда люди забывают цель и начинают считать средства ее достижения целью. Вот ровно это происходит и здесь, если по-научному говорить. Так называемая палочная система, да? Ну, вот в широком смысле этого слова. И когда у тебя требуют не качество, а... Кстати сказать, и в Советском Союзе так же. Большой разницы нет, хотя сейчас это обострилось, наверное. То есть впитали мы это уже с кровью. Впитали. С молоком, точнее. Что значит впитали? Чтобы впитали надо, чтобы была среда, из которой впитывают. Оно возникает в определенной ситуации, понимаете? Либо мы начинаем культивировать честность и работу на результат, а не на показатель. Либо мы обречены слушать генерала Солодовникова с вот такими вот его высказываниями. Возможно, во многом правильными, я не знаю. Было бы жаль, если так. Вот, понимаете? Ну, вот я сказал. Что там будет? С какого конца подступаться? За какую ниточку дергать? Начинать. Знаете, если бы я это знал, пожалуй, лет 20 назад я бы сказал за какую. А сейчас не знаю. Сейчас не знаю. Очень многое уже заматерело настолько. Я не знаю. Я даже немножко боюсь туда заглядывать. Еще один вопрос, да, практически по той же теме. Наши коллеги из газеты «Бизнес-новости» буквально недавно провели опрос. Вопрос ставился следующим образом. Как вы оцениваете уровень образования в кировских вузах? 67% респондентов считают, что в Кирове можно получить достойное высшее образование. Было бы желание. Согласны ли вы с этим? Я не знаю. Пускай тот ребенок, который у меня насчитал в прошлый раз 14 высказываний, не знаю, посчитает еще. Да, он насчитает больше. Но я действительно не знаю, для этого надо в вузе работать. Надо иметь компетенцию соответствующую. Но я могу сказать, что кто хочет учиться, он где угодно научится. Сейчас есть дистанционные хорошие курсы, многое другое. Наверное, есть дисциплины, по которым можно научиться. Вот моя дочь, скажем, 26 лет нынче, не так давно закончила факультет биотехнологии Вятского государственного университета. Сейчас достаточно перспективно учили. Ее очень прилично там учили. То есть я внимательно следил именно за тем, как ее учат. Очень хорошо учили, нормально требовали. Именно требовали. Вот там не было ни коррупции, не было ни незаслуженных троек. И там работало много народу вот из этого заведения, которые тут за стеной. Из так называемого института советской армии. Я думаю, что они некую дисциплину и некую совесть оттуда принесли. Ну, ребята, без совести ничего не бывает. Еще раз могу повторить. Она неотязаема, но без нее в конце концов все рушится. Не сразу. Далеко не сразу. Но рушится. А может быть, могли бы Вы сейчас дать какие-то советы, направить молодое поколение на какие сферы деятельности, обратить внимание, чтобы постараться стать в них специалистами? На те, которые нравятся. Исключительно из таких предпочтений исходить? Я бы исходил из таких. Если бы у меня была возможность, если бы я не был задавлен необходимостью зарабатывать. Ну, гипотетически. Я не задавлен совсем, извините. Значит, не был бы. Я бы, конечно, выбирал. Но я всю жизнь так выбирал бы себе. То же самое могу и другим посоветовать. Не выбирайте плохой жены. Не выбирайте тесных ботинок. Не выбирайте работы, которые Вам не нравятся. Иначе у Вас будет плохая жизнь. Но ведь зачастую обстоятельства, они не позволяют Вырваться. Это достойно сожалению. И тогда надо выбирать то, что больше нравится из доступного, я бы сказал. Ну, не знаю, что тут еще можно посоветовать. У каждого ведь свои обстоятельства. Так советам вообще нужно прислушиваться? И как их оценивать? Прислушиваться? Разбираться, что имеет смысл, что не имеет смысл. С помощью мозгов. А как еще? Ну что ж, завершается программа «Особое мнение». Всегда мозги прикладывайте в свои деятельности. Это совет от Игоря Рубанова, заместитель директора Центра дополнительного образования «Одаренный школьник». Спасибо, что были у нас сегодня в «Особом мнении». Я надеюсь, что это наша не последняя встреча. Спасибо. С удовольствием. Будут события, будем их обязательно обсуждать. Спасибо. Будет и пища. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго.